Новый чат-бот шутит лучше, чем комедианты. Программа не только отвечает на все вопросы юзера, ищет фото и видеоматериалы, переводит тексты, в общем, делает всю грязную работу в сети, но и может ответить вам смешной гифкой или мемом. Помимо этого, бот может участвовать в вашем разговоре с другим пользователем. Если вести собака YA и набрать вопрос, то ответ, который выдаст вам бот, можно сразу показать собеседнику. А если хочется пошутить над Чаком Норрисом, есть и для этой затеи прога. Она собирает вымышленные факты из биографии актера в сети и отправляет лучшие шутки о герое крутого Уокера. Впрочем, приколы, добыча информации и другие поисковые функции — это не все, что могут подобные программы. Месседжер может превратиться в строгую мамочку. Все, что вы бы не попросили у этого чат-робота, он скажет «нет». Хотите погулять и взять денег? Его вы точно не разжалобите. Почему ты такая строгая? По качену. Нет. А этот бот поможет на кухне. Просто спросите его о самых вкусных рецептах паст, супов и прочего. Он выдаст руководство к действию. Также можно вести определенный набор продуктов, которые есть у вас в холодильнике. Месседжер не растеряется и тут же предложит несколько блюд с роликом из Ютьюба вдобавок. Так что звонить маме и узнавать, сколько готовить жаркое, не надо. Чат-ботом обзавелась и транспортная карта «Онай». Отныне многие вопросы можно решить с помощью месседжера. Достаточно пройти регистрацию на официальном сайте, скачать и активировать помощник «Онай». Уведомления, в первую очередь, о поездке. Где, в каком автобусе, в какое время он проехал, оплатил свою поездку. Он сможет получать информацию о балансе карточки. У вас осталось, предположим, 200 тенге. Пожалуйста, пополните свою карту. Что, согласитесь, очень удобно. Только за сегодняшний день к чат-боту подключились около 150 человек. 600 зарегистрировались на сайте. Пока программа настроена только на 4 вида уведомлений. Ну а дальше, как говорится, больше. Виолетта Тельманова, Руслан Хасанов. Новости ревю.